Привет, меня зовут Марина Ингрет и сегодня мы едем на остров Isle of Wight, который находится на юге Англии. Там мы посетим дачу королевы Виктории и еще несколько мест. Какие это будут места, смотрите в этом видео. Так как мы едем всего на два дня, а посетить хочется много чего, то встали мы рано утром и выехали часов в пять утра на паром. Паром Isle of Wight отходит из нескольких портов, нам ближе всего город Саутхэмптон. Вот оттуда мы и поплывем до острова. Кстати, именно отсюда отплывал когда-то знаменитый Титаник. Сейчас корабли более надежные, даже те, что и выглядят как многоэтажные дома. Так что мы не боимся проплыть около получаса до острова. Нам надо припарковаться на размеченной парковке и ждать, когда придет наша очередь заезжать на паром. А пока мы стоим, я хочу обратить ваше внимание на рекламу Osborne House. Дом Осборн – это летняя резиденция королевы Виктории. В прошлом году мы уже побывали на даче у нынешней королевы Елизаветы. Может, кто-то из вас видел видео замка Балмарал. Если нет, то я опубликую ссылку в описании к этому видео. Паромы в Англии – дорогое удовольствие. Каждый день не наездишься туда-сюда. Билет в обе стороны на машину вышел около 50 фунтов. Цены на жилье на острове немного дешевле, чем на основной земле – Мейнленд. Так крупнейший остров Великобритании называют сами британцы. День обещает быть жарким. А в этом году лето в Англии удалось на славу. Хотя многим англичанам не нравится жара. Мы же такую погоду любим. Поэтому даже летом оделись тепло на паром, так как рано утром с ветром и брызгами у моря ожидали замерзнуть. Но нет, было довольно-таки приятно. Мы отчаливаем от берега. Сам город Саутгемптон сильно пострадал во время Второй мировой войны. Даже можно сказать, что из-за бомбежек от него почти ничего не осталось. Поэтому, конечно, сейчас он не выглядит как тогда, когда Титаник отплывал от этих берегов. Отсюда мы видим город Портсмут. Еще один портовый город, откуда можно попасть на Isle of Wight. Этот город легко опознать и увидеть из многих мест, благодаря 170-метровой башне Спиннакер, которая похожа на башню в Дубае. Кстати, одно время эта башня в Портсмуте рекламировала эмиратские авиалинии. Мы поехали в это путешествие с нашим псом, лабрадором Куки. Это его первое путешествие на пароме в его жизни. Куки немного нервничал и нарезал круги по палубе, несмотря на то, что помимо него на судне были и другие собаки. Отсюда уже виден Озбернхаус, о котором я уже упоминала ранее. Он отопает вон там, среди зелени. Яхтенный спорт популярен в Англии. Часто виднеются белые паруса на море. А сегодня вышли в основном черные. Похожи на акули спины и плавники, правда? И, кстати, это не мудрено, что здесь так много яхт. Город Каус гордится своей Мариной. В первую неделю августа здесь проходит регата международного уровня. Наверное, все эти яхты тренируются для заплыва. И само название Каус переводится как «коровы». И это неспроста. Когда Генрих VIII строил укрепление, чтобы защититься от вторжения французской армии, то берега с построенной защитой возле реки Медины напоминали коровники. Так люди и стали называть этот город «коровы». То есть по-английски «каус». Мы уже приплыли к берегам острова. И я жду не дождусь, когда мы попадем в дом Осбор. Правда, пока рано. И нам надо как-то скоротать время до открытия музея. Поэтому предлагаю погулять по одной из улочек города Каус. Пока мы ждем нашей очереди, чтобы съехать с парома, расскажу, кто живет из известных людей на этом острове, скрываясь от любопытных взглядов. В 2018 году сюда переехал Бенедикт Кембербэтч. Еще здесь можно встретить актера Джереми Айронса, который родился в городе Каус, куда мы прибыли. В этом же городе живет и актриса Селия Имри. Еще здесь живет неоднозначная личность. Может, вы о нем слышали. Дэвид Айк. Бывший вратарь футбольного клуба «Арсенал». Спортивный комментатор. А сейчас борец против нового мирового порядка. Помимо этих знаменитостей, это место выбирают и другие, не столь известные люди за пределами Великобритании. Правда, мы никого не встретили из знаменитостей. Или, во всяком случае, не признали их. Город Каус разделен рекой на восточный и западный город. Мы сейчас гуляем по улочкам восточного Кауса. Тут очень миленько, полно симпатичных магазинчиков, кафешек и разных зданий. Мне понравилось вот это, в стиле арт-нуво. Ну а Куки нравятся местные собаки. Каждому свое. Нашла классный магазин, где все сделано из переработанных пластиковых бутылок. Я, кстати, в прошлом году рассказывала уже о моде новичьей из переработанных материалов. Ссылку на статью приложу к этому видео. В этом магазине все выглядит очень стильно. Жалко, что он закрыт и в него не попасть. Я бы, наверное, что-то купила бы. Очень много магазинов с морской тематикой. Белосиние оттенки, одежда с рисунками корабликов. Но полное ощущение, что ты на самом настоящем курорте. И даже в информационном центре первое, что попадается на глаза, это расписание приливов и отливов. Ну куда же без них, когда ты живешь на море. Также в информационном центре есть разные путеводители по острову. И, конечно же, открытки, которые так любят британцы. А еще мы нашли стенд с картой Юга Англии. Очень полезный. Тут очень хорошо виден наш путь. Мы выехали из Винчестера, доехали до порта в Саутхэмптоне. Потом на пароме до Каус. И потом мы проехали по побережью всего острова. Если вам интересно посмотреть на дом Осборн, замок Каррисбрук, где был заточен король Карл I, посмотреть на побережье острова и на наши апартаменты в частном секторе, смотрите следующие серии моего репортажа про остров Уайт. С вами была я, Марина Ингрид. До следующей серии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok